готовим купленную на рынке картошку корея называется кугума в европе называется батат корейцы очень любят и мы часто готовим на маленький огонь то есть вам понадобится картошка я правда не знаю в россии на продается или нет понадобится сама картошка сладкая понадобится чкунная сковородка но конечно же она очень вкусно получается если на угля готовить но так как мы живем в квартире костерном здесь развести нельзя поэтому значит мы готовим вот так вот на маленький огонь обязательно сковородка должна быть чугунной моим картошку чисто и складываем ее прям без масла без ничего просто кладете и она вот так вот запекается когда будет готова покажу вам как она выглядит внутри и по вкусу такая знаете медовая сладкая очень ну вкус интересны вот мы покупаем длинную такую большую мне кажется она более вкусная но есть еще и маленькая здесь как бы на ваш вкус и запах приятно идет такой знаете когда в детстве запекали в костре картошку такой приятный запах аппетитный очень вкусно с черным сладким чаем ну даже не сладким просто черным чаем ну либо с кофе можно с молоком с молоком тоже очень а посмотрите здесь видите из картошки выходит называется мед жидкость как только она будет уже выходить ну картошка готова ну чтобы точно проверить готова ли нет мы сейчас ее проткнем слегка эти на мягко ну где-то минуты еще пару минут хотя можно уже и ее поставить остужаться и пробовать с вкусным чаем и кофе корейцы очень любят этот этот звук запекание картошки сейчас и микрофон поднесу поближе не знаю слышно или нет но так вот она красиво выглядит можно даже есть просто с водой очень вкусно ведь идет пар горячая нужно есть осторожно чтобы не обжечься корейцы русские я когда был в волгограде они пробовали выращивать эту картошку но она получается невкусный может быть зависит наверное от места где она растет и и вы также будете в корее если вы ее можете встретить она продается на многолюдных улочках там прям запекается на горячих таких камнях углях также она продается даже можно увидеть ее в маленьких магазинчиках типа 7-11 который вам показывал во второй части во второй серии про апартаменты ну обязательно попробуйте очень полезно приятного аппетита